Я приветствую вас, дорогие друзья. Мы благодарны Господу за такую возможность, чтобы сегодня быть у вас в гостях и сегодня участвовать в служении, вместе прославлять нашего Господа. И также то, что есть возможность у молодых душ, у молодых сердец, у подростков развивать это желание, это ревность, чтобы служить Господу. Это просто для нас благословение, что вместе мы можем с вами прославлять нашего Господа. И что Иисус Христос умер за каждого из нас. И как вы заметили по темам, которые уже говорили до меня братья, мы сегодня хотели особенно уделить внимание на то, чтобы поблагодарить Бога именно за Иисуса Христа. Чтобы поблагодарить Его именно за Иисуса Христа. И вообще, мне, конечно, хотелось бы, чтобы каждое наше служение уделяло внимание на Иисуса Христа. И хотелось бы, чтобы каждая проповедь, которые звучат в наших кафедрах, вообще во всех наших церквях, чтобы мы почаще вспоминали о Иисусе Христе, чтобы мы почаще проводили наш взор на этот Голгофский крест, на Голгоф, и чтобы мы почаще напоминали друг другу о том, что для нас Господь сделал для каждого из нас. И у нас в служении, в подростковом служении, мы для себя поставили такую цель, ну, между лидерами, между вожатыми, чтобы указывать подросткам на Иисуса Христа. Во всех беседах, разговорах, проповедях, чтобы как можно почаще указывать им на Иисуса Христа, потому что только Он является нашим искупителем, потому что только Иисус Христос является победителем, и Он является этим единственным героем в Божьем плане спасения. И даже сам Бог, Отец, Он говорит о Сыне Своем, Он говорит, сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Он также говорит, что я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И, друзья, мы ведь не просто так с вами называемся христианами, потому что Христос является центром нашего вероисповедания. Если Христос является центром нашего вероисповедания, то Он должен быть для нас дороже всего. И для основания мне хотелось бы, чтобы мы с вами посмотрели 1 Петра, 2 глава, 7 стих. Это 1 послание Петра, 2 глава, 7 стих. Итак, Он для вас, для верующих, то есть для нас с вами, Он драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазном. Друзья, для нас, для верующих, Христос является этой драгоценностью. И вопрос, который я бы хотел, чтобы каждый из нас задал сердце своем в это утро, «Какою ценой для меня является Иисус Христос?» «Какой ценой для меня является Иисус Христос?» Знаете, сегодня, если посмотреть на этот мир, люди ценят все, что возможно. И люди держатся за все, что возможно, за все, что угодно. И я как-то слышал один такой пример, он немножко интересный. Как-то один человек пошел смотреть футбол. И он пришел на этот стадион, он посмотрел, где его место было. Он сел на это место, и он недоволен был своим местом. Он посмотрел немножко вперед, там, а ближе к полю было свободное место. И он спустился туда, к этому месту, и там рядом с этим местом свободным сидел другой человек. И он спрашивает у него, он говорит, это место свободное? Он говорит, ну, это место было моей жены, но у нее не получилось здесь быть, потому что она недавно умерла. И он говорит, ну, а почему вы не отдали этот билет, это место другу или близкому? Он говорит, потому что они сейчас все на похоронах у нее. И знаете, друзья, этот пример может быть немножко преувеличен, но он показывает нам, что мир, он держится за вещи, которые не имеют никакого смысла. Они не имеют никакого значения. Люди сегодня держатся за деньги, за какие-то пенсионные фонды, может быть, за дом свой, за машину свою, за близких, за родных. И люди держатся за все, что возможно. Друзья, за кого или за что мы с вами держимся? Какой ценой для нас является Иисус Христос? Мне хотелось бы с вами просто кратко посмотреть на две личности. Две противоположные личности, которые показывают нас, что было ценно именно для этих людей. Первая личность – это богатый юноша. Мы помним эту историю. Это записано в Евангелии от Луки, 18 глава, с 18 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною». Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. Друзья, если посмотреть на этого человека, этого богатого юноша, мы сможем увидеть, что это не простой человек был. Это не простой человек, а сравнительно с теми людьми, которые окружали его. Мы знаем, что это был юноша, это был молодой человек. Это молодой человек, который приходит к Иисусу Христу, он говорит, что мне еще нужно, чтобы наследовать Царство Небесное. И он говорит, что я уже с детства исполняю все эти заповеди. Этот человек, он на самом деле прилагал усилия, он старался, чтобы быть исполнителем закона, то есть он исполнял этот закон. И люди, которые окружали его, смотря на этого молодого человека, они бы, наверное, сказали, да, он на самом деле святой человек, это религиозный человек, это человек, который боится Бога, это человек, который близок к Богу. Если сегодня сравнить этого богатого юноша с современным христианством, с современными христианами, мы бы сказали, что да, на самом деле это правильный человек, это хороший человек, это был святой человек. И сегодня многие христиане даже затрудняются, чтобы исполнять все те заповеди, которые этот богатый юноша уже с детства прилагал усилия, чтобы исполнять их. И смотря на этого юношу, мы можем сказать, да, он все правильно у него, у него все как положено, все так, как должно у него быть. Этот человек похож на типичного или стандартного христианина, который посещает церковь. Этот человек похож на христианина, который дает десятину, который участвует в хоре, который, может быть, проповедует, который ездит на миссионерские поездки, но не смог отдать все ради Иисуса Христа. И вроде со стороны кажется, ну, он уже столько много уже сделал, он уже столько много усилий, с самого детства уже прилагал усилия, чтобы исполнять все эти заповеди. И кажется, Господи, разве ты не видишь, что он так старается? Господи, разве ты не видишь, что он так правильно живет? С него даже можно брать пример в подражание для каждого из нас. И вроде кажется, такой мелочи у него вроде не достает. Но Христос открывает, что человек, который не готов отдать все ради Иисуса Христа, чтобы следовать за Ним, он не сможет достичь вечной жизни. И, друзья, поставив себя на место этого юноша, как бы мы поступили с вами? Какой ценой является Иисус Христос в моей жизни? И вторая личность, на которую я бы хотел обратить внимание, это апостол Павел. Мы все знаем историю апостола Павла. Мы знаем, что у него было очень много преимуществ. Мы знаем, что, во-первых, он родился в городе Тарси. И город Тарс, он был очень богатый и современный в то время город. Этот город, который славился именно торговлей и образованием. То есть там были очень образованные люди, там были ученые люди в этом городе. Именно в этом городе родился апостол Павел. Во-вторых, мы знаем, что он был римский гражданин. То есть это позволяло ему иметь особые преимущества. Мы знаем, что у него было право выбора, у него было право судить, у него было право иметь свое имущество, может быть, свои участки, у него было право торговаться, у него было право апеллировать смертную казнь. И мы знаем, что это спасло его несколько раз. Он родился в городе Тарси, он был римский гражданин. В-третьих, мы знаем, что он учился у ног Гамалиила. И Гамалиил был один из самых выдающихся и великих раввинов и учителей того времени. Это был учитель иудейского закона, который был президент Синедриона. И когда мы смотрим о деяниях, в пятой главе написано, что он был уважаемый всем народом. То есть Гамалиил был уважаемый всем народом. Я думаю, если бы, наверное, сегодня сравнить это в современном нашем мире, это, я не знаю, наверное, как мы учились у ног, не знаю, может быть, Билли Грэм, какого-то большого великого проповедника. И у апостола Павла у него столько много еще впереди было. У него столько много возможностей было. У него было богатство, у него было деньги, у него была эта слава, у него был этот элитный статус. У него такая перспектива была на будущее. Но мы знаем, что он почитал все четою ради чего? Ради превосходства, познания Иисуса Христа. И апостол Павел, он от всего отказался и все почитал за мусор, для того, чтобы приобрести Иисуса Христа. Друзья, какой ценой является для нас с вами Иисус Христос? За кого мы с вами держимся сегодня? Смогу ли я все отдать ради Иисуса Христа? Или, может быть, в моей жизни есть то, что удерживает меня от Него? Может быть, какие-то вещи, от которых я не могу отказаться ради Иисуса Христа? И, друзья, мы с вами сегодня говорим о теме благодарения. И мне так хотелось бы, чтобы мы с вами поблагодарили Бога за Иисуса Христа. Почему? Потому что кровь и искупительная жертва Иисуса Христа, она достаточна для того, чтобы нам не просто продать и раздать имение, но чтобы полностью все отдать ради Иисуса Христа. Друзья, потому что мы с вами в таком долгу перед Иисусом Христом, что всей нашей жизни даже не хватит для того, чтобы отплатить Ему. Почему? Давайте посмотрим немножко назад, что тут произошло. Давайте посмотрим сначала человечество. Друзья, каждый из нас, каждый человек родился грешником в этом мире. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Что каждый человек согрешил и каждый человек лишен этой славы Божьей. И создав этот мир по образу, по подобию своему, Бог никогда не сделал нас для того, чтобы мы грешили. Бог никогда не хотел, чтобы человек делал грех, чтобы человек полюбил грех. Он создал идеального, совершенного человека, без всякого порока, без всякого греха. Но, друзья, мы как люди, как человечество, мы сами сделали этот выбор, и мы сами приняли это решение, чтобы совершить этот грех. И мы не только совершили этот грех, но мы полюбили этот грех. И мы полюбили зло. И впоследствии произошел разрыв между Творцом и Творением. Это первоначальное общение между человеком и Богом, оно просто было разрушено. Но Бог, Он будучи праведный и будучи святой и справедливый Бог, Он не может иметь ничего общего с греховным творением. Но чтобы удовлетворить святой и справедливый гнев Бога, необходима была жертва, необходима была смерть, необходимо было пролитие крови. И, дорогие мои, каждый из нас должен был быть этой жертвой. И каждый из нас должен был умереть за свои грехи, за то, что мы сами полюбили грех. И, друзья, мы с вами должны были уничтожены за наши грехи. И если мы рассчитываем, может быть, на какие-то дела наши, если мы надеемся, что наши какие-то поступки, они как-нибудь оправдают нас перед Богом, или, может быть, подкупим мы Бога как-нибудь, мы глубоко ошибаемся. Или если мы думаем, что мы живем нашей праведной жизнью, и с этой праведностью мы предстанем перед Богом, и двери рая, они просто откроются для нас, мы также глубоко ошибаемся. Потому что написано, что праведность наша, как запачканная одежда. Но эта жертва, она все равно необходима. Иисус Христос, Он делает этот шаг вперед. И Он отдает самого Себя вместо нас для того, чтобы принять эту чашу гнева Отца Своего. И Он становится между нами и Богом, создавая эту стену для того, чтобы принять грех всего мира на Себя. Написано, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. И написано, что Господу угодно было поразить Его. Почему Ему было угодно? Потому что справедливость и святость Бога, она была проявлена в жертве Иисуса Христа. Поэтому, дорогие мои, мы с вами имеем надежду на вечную жизнь только благодаря Иисусу Христу. И когда мы предстанем перед Богом, мы не будем говорить, ну Господи, я уже с детства исполнял все эти заповеди. Мы не будем говорить Богу, что мы уже с детства ходим на собрания, мы Библию знаем, мы читаем, мы молимся. Мы не будем говорить Богу, что я уже столько много лет участвую в служении. Нет, потому что только посредством Иисуса Христа и Его пролитой крови мы с вами оправданы перед Богом только через Иисуса Христа. И, друзья, Он является нашим ходатаем, Он является нашим заступником, Он является нашим искупителем. И поэтому, как хотелось бы, чтобы мы понимали, что мы с вами счастливы в том, что мы знаем Иисуса Христа. Поэтому, друзья, давайте каждый в сердце своем зададим этот вопрос, какой ценой для меня является Иисус Христос. Мне очень сильно нравится одна книжка, я помню, когда еще в школе учился, в high school, мы ее читали, называется «The Old Man on the Sea», «Старики моря». Это очень интересная история, где описывает эту борьбу между одним опытным старым рыбаком и одной большой рыбой. Если кто-то читал, вы знаете эту историю. Этот человек пожилой, он на протяжении уже трех месяцев выплывал каждый день на рыбалку, и у него была неудачная рыбалка. И он возвращался домой с пустой этой лодкой. И как-то в одно утро он выплыл, и он решил, что он выплывет немножко подальше, немножко поглубже. И когда он выплыл, он поймал одну очень большую рыбу, огромную рыбу. Это была рыба марлин. Но в связи с тем, что эта рыба была настолько большая, он ее не смог просто вытащить на лодку. И началась эта борьба. Эта борьба началась, он начал тянуть эту леску, и он не смог ее вытащить. Эта рыба, она каждый раз, когда выплывала из этой воды и погружалась вновь в воду, эта леска все глубже и глубже пронизала его тело, его плечи, его руки. Эта рыба, она все дальше и дальше вытаскивала его в море. И на протяжении двух дней, двух ночей этот человек боролся с этой рыбой, он держался за нее. И наконец-то уже на второй день эта рыба, она уже просто устала. Она устала, и ему удалось ее притянуть к себе. И он ее наконец-то убил своим гарпуном. Но потому что рыба такая была большая, он ее просто привязал рядом с лодкой. Он ее не смог затащить в эту лодку. И пока он направлялся назад в свой дом, эта кровь истекала, и акулы подплыли и начали разрывать эту рыбу. И он взял сначала свое весло, и он одну рыбу убил. Весло поломалось, он взял свой гарпун, вторую акулу убил, потерял свой гарпун. И пока он доплыл до земли, до своего дома, он привез только один скелет от этой рыбы. Но смысл в том, что он держался за нее. Он держался за эту рыбу, хотя у него пот и кровь, они погружали в дно этой лодки. Друзья, как с вами мы держимся за Иисуса Христа? Держусь ли я за Иисуса Христа, как будто жизнь наша зависит от Него, потому что она на самом деле зависит от Иисуса Христа? Одного богатого человека спросили, что для вас является самым ценным в вашей жизни? И долго не думая, он говорит, для меня самое дорогое – это почка, которую отдал мне мой брат, потому что без нее я просто не мог бы жить. Друзья, является ли Иисус Христос для нас до такой степени части нашей жизни, что мы просто не можем без Него жить? Поэтому, друзья, мы с вами будем сейчас молиться, и пусть Господь благословит нас, чтобы не забывать, какой дорогоценной ценой мы с вами искуплены, и как дорого мы с вами достались нашему Иисусу Христу. И поэтому давайте в молитвах наших мы поблагодарим нашего Господа за Его искупительную жертву, за ту цену, которая была заплачена за каждого из нас. А Ему слава за все. Аминь. Аминь.